В Верхней Салде прошла акция «Зажги синим» в поддержку детей с расстройством аутистического спектра. Наши журналисты пообщались с особенными малышами и их мамами. Четырехлетняя Верочка безошибочно показывает цвета и форму, а еще поет, точно улавливая музыку. Максиму семь. Он без запинки считает до ста, а может и дальше. Шесть, пять, 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 семь. Без подсказки понял, как работает фотоаппарат. Елисей обожает Моцарта, турецкий марш – его любимое произведение. На первый взгляд эти дети ничем не отличаются от других, но они настолько особенные, что мы с вами даже не представляем. Аутистам трудно изучать мир, потому что мир не всегда их принимает. Родители, у которых в семье появляется такой ребенок, не сразу осознают проблему и счастливы, когда узнают про детский сад «Солнышко». Это очень тяжело, когда ставят твоему ребенку диагноз аутизм и говорят, что он не будет как все, у него не будет будущего. И вот месяца два ты один, ты льешь слезы, а потом думаешь, а что ты льешь? Нужно как-то идти вперед. Анна Путилова сначала отдала Елисея в обычный детский сад, но он оказался не готов к работе с особенным ребенком. В простых садиках, конечно, надо, чтобы при таком ребенке был тьютер, потому что это просто невозможно. У тебя 25 таких детей, норматипичных, скажем так, да, и один ребенок, который с ног на голову все ставит просто в группе. Поэтому, да, мы поняли, что сложно с нашим ребенком в простом садике и решили, что лучше, наверное, конечно, его перевезти в специальную группу. Елена Люханова видит в том, что ее дочка Вера посещает «Солнышко» главный плюс. Такие группы, как здесь, они просто спасение для нас, родителей. И педагоги, которые здесь, вообще просто отдельное им спасибо за то, что они принимают наших детей. И они действительно их любят. 2 апреля – Всемирный день распространения информации об аутизме. В этот день педагоги детского сада «Солнышко» присоединились к международной акции «Зажги синим». В Верхней Салде эта акция проводится впервые. Направление этой акции, чтобы обратили больше внимания на детей с особенностями, чтобы не боялись их, чтобы всегда дружили с ними, играли с ними. Дети с особенностями развития, уверены педагоги, могут жить полноценной жизнью. И надо для этого немного – любовь и терпение от каждого из нас. Полина Гладких, Ольга Примакова и Даниил Черных. Новости ВСМПО «Ависма». Новости ВСМПО «Ависteil»